А перед началом ролика я бы хотела выразить огромнейшую благодарность Анжеле Рахматулаевне. Анжела, спасибо тебе огромное за финансовую поддержку и помощь. Ты очень и очень нам помогаешь, правда, спасибо тебе огромное. Мы, скорее всего, на эти средства купим лейсику, вкусняшку-погрызушку, потому что у него как раз-таки она практически закончилась. Поэтому спасибо тебе, Анжела, еще раз огромное. Ну что ж, приступаем. Привет, ребята, и мы с вами продолжаем играть в Detroit Beckham Human. С вами я, Света, и ребята, ребятушки, прошлое прохождение у нас еле-еле набрало 20 лайков. Как же так, ребятки, давайте ставим лайки, потому что только от вас зависит, будут ли выпускаться следующие прохождения или нет. Мы с вами сейчас играем за Маркуса. Как мы помним, его подстрелили. И сейчас, собственно, мы узнаем, где он, что он и вообще, что произошло. В общем, ребята, давайте 25 лайков. 25 лайков это не так уж и много. И я сниму следующее прохождение. Это вот четвертое прохождение. А когда вы мне поставите 25 лайков, я сниму и пятое прохождение тоже. Поэтому обязательно ставим лайки. Так, сейчас, секундочку, я запустила время. Вот так вот, а я засекла время. Так, диагностировать. Давайте посмотрим, что у нас тут с Маркусом происходит. Оптический блок поврежден. Повреждено звуковые данные. Регулятор какого-то там насоса. В общем, типа сердце, я так понимаю. Левая и правая нога отсутствуют. Да. Безногий Маркус. Надо что-то с этим делать. Надо заменить ноги. Срочно ползем. Как ползти? А, вот так ползти. В общем, ребята, давайте ставим-ставим лайки. Вы поставили лайки? Точно? Если да, то огромнейшее вам спасибо за то, что вы меня поддерживаете. За то, что вы меня смотрите. Потому что именно такой контент зависит от вас. Поэтому это правда. Это очень важно. И спасибо вам огромное. Тем, кто все-таки ставит лайки. И тем, кто меня смотрит. Я этому очень рада. Я безмерно вам благодарна. Спасибо за то, что вы у меня есть, ребята. Я так понимаю, что андроиды здесь сделаны из разных материалов. Тут есть и пластик, и железо, наверное, и металл. Не знаю. Но их называют в основном типа пластиковые куклы. Так что, скорее всего, пластик. Несовместимые иногда. Нога несовместима. Надо искать другую ногу. Прям какой-то хоррор. Ребят, пока я тут ползаю и меняю ноги. Многие меня спрашивали, какие игры я играю. Играю ли я только в интерактивное кино. Нет, ребят. На самом деле я играю в большое количество игр. И у меня нет определенного жанра. То есть, это может быть там, да, сегодня я поиграла в интерактивное кино, а завтра в хоррор. Вот как-то вот так вот. То есть, нет у меня определенного жанра. Но я играю в то, что мне нравится, да, так сказать. То, что мне привлекло мое внимание, в то, собственно, я и играю. Причем жанры могут быть совершенно разные. Как мы видим, это что-то вроде свалки. Есть место, где наш свободный. Найди Ирихон. Найди Ирихон. Так. Надо найти Ирихон, мне сказали. Прямо хоррор в интерактивном кино. Так, все, Маркуса полапали. Даже чуть не задушили. Ну да, здесь что-то типа свалки. Я так понимаю, что его застрелили. Возможно, даже оборвали ноги, потому что там ноги были повреждены. И выкинули просто на свалку. Но Маркус выжил. Но у него все повреждено. И поэтому и глаза, и это все повреждено. Оптический блок. Несовместимо. Жалко. Надо искать компоненты, в общем, нам с вами. Чтобы собраться. Как зомби такие. Ой, хожу такая, как зомби. Ой. Так, ладно, идем дальше. Прикончи меня. Прошу. Я больше не хочу жить. Давайте убьем. Поскорей. Ведь он сам нас об этом попросил. Да и действительно, тут так себе жизнь. Ну, в общем, раз он сам об этом попросил, значит, в общем, ему надо. Поэтому я решила сделать так. Совместимо. Стой. Не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Да ладно тебе, это не жизнь. Ну, не жизнь это такая. Все, мне это надо. Мне нужно это. Да, ребята, я поступила плохо, но мне это нужно. Да, это мне. Все. Да ну, это не жизнь. Она тут что-то лежала целую вечность. Я риск отключения не минуем. Давай быстрее меняй. Это что-то типа сердца у них, у андроидов. Ну да, такая вот я нехорошая. Ах ты, Маркус. Какой ты плохой человек. Так, ладно. Один компонент мы нашли. Надо еще нам слух и глаз найти. Где-нибудь, кого-нибудь. Кого-нибудь, кто-нибудь, дайте мне слух и глаз. Что тут такое? Осмотреть. Что осмотреть? Несовместимо звуковой процессор. Ладно, ищем дальше. Я тут не заблудилась. Я не понимаю, куда... Блин, ничего не вижу. Не понимаю, куда идти мне надо. Тут ничего не видно. У меня же глаз... Глаза нет одного. А потом осмотреть. Что ты можешь мне предложить? Может быть, что-то у него совместимое есть? Ура! Звуковой процессор! Давай, сейчас звук включим. А то тут все приглушенно, потому что звуковой процессор у нас сломанный, поврежденный. Надо заменить срочно. Вот так, дождик сразу пошел. Так, ты кто-то, что-то, что-то без головы ходишь? Ты как вообще без головы ходишь? Ой, там я что-то могу осмотреть. Давайте сейчас смотрим, что у тебя есть. Ох, пусть мне глаз нужен срочно. Несовместим оптический блок. Это очень плохо. Это очень плохо. Ищем дальше. Ребята, кстати, пока я ищу глаз, я хочу вам сказать, что я сейчас параллельно играю в другую игру. Я сейчас параллельно играю еще в одну игру, которая называется Киберпанк. Приношу вам извинения, если возможно, ищу дождь. А ты кто такой? Все, что я уже в другую игру, вас любят. Вы знаете такую игру Киберпанк? В общем, я сейчас в нее решила поиграть. Пока ничего не могу о ней сказать. Даже не знаю. Скорее всего, я не буду снимать прохождение на эту игру. По ряду причин, вот. Поэтому не знаю, не знаю. Кто играл, поделитесь. Она вам понравилась. Нет, я только начала еще. Не могу сделать выводы, так сказать, об этой игре. Блин, ребята, я совсем здесь потеряла глаз. И не могу его найти. Вы представляете? Это же кошмар. Это же как же так? Может, у меня включится по-быстрому найти глаз, потом включится снова, а то вам, наверное, не интересно. Смотрите, я тут блуждаю. Ухожу еще этот глаз дурацкий. Где же этот глаз? Так, все тут, осмотри. Да ладно! Я нашла глаз! Представляете, я только подумала отключиться и найти глаз по-быстрому. И тут бац, глаз. Часть это какое. Ой, завалила меня. Завалила. Ня-ням. Ура! Давай, давай, тебе нужен глаз. Срочно глаз. Все, вставляй глаз. Состояние стабильно. Отлично! Ура! Я теперь вижу. Я теперь смогу видеть, куда мне идти и что мне делать. Потому что, видите, так хопа и все. Теперь все видно, все понятно. Я этому очень рада. Надо забраться по склону. Забираемся. Кто-то мне тут пишет. Потом отвечу. Вот эти вот пик-пик-пик. Это мне кто-то на телефон кто-то пишет. Я ответить пока что не могу, потому что я забираюсь. Давай, Маркус, давай, ты сможешь. Давай. Просто взяли и выкинули на помойку, да? Разумное существо. Как вещь. Вот так тут к андроидам относятся. Словно они вещь. Маркус хочет вырезать, так сказать, диод, чтобы никто не понял, что он андроид. Он его убрал. Теперь он ничем не отличается от человека, ведь андроиды здесь от людей отличаются только униформой и диодом. Моё имя, Маркус. Мы выбрались, ребята. Это было сложно. Искать вот это вот все. Блин, эти глаза искать. Целых 8 минут искала этот глаз, блин. Маркус вернулся из мертвых. Но он выжил. Разыскать Аманду. Ребят, для тех, ну вы не знаете, кто такая Аманда, я вам сейчас расскажу. Здесь, так говорится, потом разъясняется. Но я вам сейчас сразу скажу, что Аманда, это, так сказать, это тот, кто назначил Конора, можно так сказать. В общем, Аманда, это что-то вроде, она начальник Конора, скажем так. И Конор общается с ней при помощи, что-то типа телепатической связи, ну а-ля интернет, да, андроидовский. Здравствуйте, Аманда. Конор, рада тебя видеть. Найти Девианты было очень непросто. Ты проявил в этом большое мастерство. Но ты же знал, Девианты непредсказуемы. Тебе следовало быть осторожнее. Я надеялся, что он что-то скажет. Это была моя ошибка. Ничего. Надеюсь, ты учтешь это в будущем. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Я не нанес ему повреждений, так что есть шанс что-то узнать при анализе. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о Девиантах. Что ты о нем думаешь? Неприятный, неадекватный, большая личность. Давайте не могу сказать. Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Дружба, адаптируясь, безразличность, не знаю. Пока у меня недостаточно данных о нем. Когда узнаю больше, смогу скорректировать свое поведение. Все больше андроидов демонстрируют признаки Девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Окей, окей. Разыскать лейтенанта Андерсона. Он же Хэнк. Подойти к стойке регистраторы. Пошли, пошли, Коннор. Коннор, иди. Коннор, почему ты не идешь? Коннор! У меня клавиатура вылетела. Зараза. Опять. Ну, хорошо, хоть не в бою. Вот если в бою вылетела клавиатура, вот это были бы проблемы. Все, отлично, идем поговорить. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Что-то там ей переслал по интернету. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Окей, окей, все, пошли ждать. Найти стол лейтенанта Андерсона. Думаю, это его стол. Да. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Отлично. Спасибо. Будем ждать. Дождитесь лейтенанта Андерсона сесть. Ну все, сидим. Осмотреть новый офис. Все, надоело нам сидеть. Давай, все, мне надоело сидеть. Давайте, устаем. Посидели, хватит. Так, давайте осмотрим стол. И узнаем какую-то информацию об Хэнке. Да ладно, отличная музыка. Что ты, Коннор? Рыцари черной смерти. О, Сенсивьера. Видите, где Сенсивьера цветочек? Ладно, неважно. Позвонить. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещали. Бейп. Короче. Давайте повесить трубку. Не будем оставлять ему сообщение. Изучить. Да, как-то многовато улик, ладно. Холодный кофе. Дальше. Клен веерный. Пончики. Хэнк ест пончики. Лозунг против андроидов. Хэнк не любит андроидов. Хэнк ходит на баскетбол. Ему нравится баскетбол, видимо. Спички. Ага, да, все еще спички. Волосы собачья шерсть. У Хэнка есть собака. Тэнк, типа, самый молодой из лейтенантов. Ну, стал. Рад вас видеть. Раньше всех, так сказать. О, господи. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда. Только пришел. Ха-ха, и его сразу куда-то там вызвали. Давайте пойдем послушаем, что там ему сейчас скажут. Интересно же. Интересно же. Давайте послушаем. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня. Просто никто не хочет заниматься этими гребанными андроидами. Вот ты испихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен. Не нужен мне напарника. Уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо идти работы, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Хэнк ненавидит андроидов, а Андерсон позитивно. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу в силу силы. Закрой дверь с той стороны. Что-что это, какой грубый-то, а? Хорошего дня, капитан. Почему Хэнк назвал Конора уродом? По мне, это симпатичный мальчик. Ладно. Идем. Надо поговорить с... Поговорить с девиантом? С каким деви... А-а-а! С девиантом! Пойдем поговорим с девиантом. С каким девиантом? Давайте поговорим. У меня здесь просто поговорить с девиантом. Смотрите. Поговорить с девиантом. Блин, офигеть. Надо срочно пойти. Это, видимо, нам сюда. Вот. Это тот, которого этого... Которого убили. Они уничтожат меня. Сочувствием. Давайте с сочувствием. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Меня ждет смерть. Да, грустно. Можно его как-то... Нет, нельзя. Я ничего не могу сделать. Я не могу его спасти. Ладно. Тогда пойдемте поговорить с Хэнком. Не-не-не-не-не. Ты стой. Открывайте камеру. Скорей. Он хочет самоуничтожиться. Все. Самоуничтожился. По сути, он только что покончил жизнь самоубийством. Жалко. Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Жалко его. Блин, жалко. Ладно. Идемте говорить с Хэнком. А тут у нас что? Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним. Весьма впечатляет. Мы бы что-нибудь вытянули из этого андроида, если бы не ты. Поздороваться, представиться, дать проигнорировать. Я такого еще не видел. Что за модель? Ответить, отказаться, проигнорировать. Давайте ответим. РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так что ли? Да. Эй, сделай мне кофе, ушлепок. Ну что стоишь? Сделать, отказаться, молчать. Отказаться. Извините, я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. О, о. Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Держись подальше. В другой раз. И я тебя жалеть не буду. Так и хочется ему врезать. Это Гевин у нас вроде бы как. Ладно, надо поговорить с Хэнком. К сожалению, с Гевином я разобраться не могу, поэтому пришлось нам промолчать, так сказать. Ладно, пойдемте поговорим с Хэнком. Понимающе, прагматично, конструктивно. Давайте конструктивно. Для меня честь работать с вами, лейтенант. Мы будем отличной командой. Козитивно. Давайте напарники. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Давайте позитивно. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Ладно, стол. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Ааа, изучить досье Девиантов. Пойдемте изучим досье Девиантов. Так. сесть. Знаете, презрение к андроидам. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня. Да. Есть одна. И все? И это все, Хэнк? Ладно. Давайте музыка. Вы слушаете Рыцарей Черной Смерти? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь Heavy Metal? Ну, не то, чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Давайте собака. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачьей шерсти. Люблю собаку. Как зовут вашу? Тебе это что? Сумо. Сумо зовут. Ладно, давайте, наверное, приступим к работе. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Это компьютер, Хэнк. Ну, ладно, не важно. Давайте получить доступ. Так, у нас пропавшие и Кэра вот тоже пропавшие. Тело жертвы обнаружил заглянувший в гости друг. Он немедленно вызвал из-за службы. Звонок зафиксирован в 8.42. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали смерть индустриального ранения. Орудие убийства возможно принадлежало погибшему. Его андроид модели АХ-400 в доме не обнаружен. На данный момент машина считается главным подозреваемым. Кэррид же убила у нас этого Тодда. И вот, собственно, это дело надо теперь дела по девиантам расследовать. Так, ну что ж, сканировать все файлы. 243 досье. 243 досье. Первое девять месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель АХ-400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Прямо агрессивно профессиональ вспоминать прямо. Нельзя допускать, чтобы личные проблемы отражались на работе, лейтенант. Ты ни хера не знаешь о моих проблемах, так что займись лучше своей программой, захлопни пасть. Решительно откажите задание угрожать дать решительно. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас ссунул башкой в помойку и поджег, так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант? Простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера убившей человека. АХ-400? Ее недавно видели в Ривендене. Это же Кэра. Это же Кэра АХ-400. Ребята, мы сейчас будем расследовать убийство Кэры. То есть, мы сейчас будем искать Кэру. Это же это очень интересно на самом деле. У Хэнка есть зацепка. Отлично, отлично, отлично. Дальше будет очень-очень интересно, ребята. Дальше будет просто бомбически, поэтому я очень советую вам прямо сейчас поставить этому видео лайк. Как вы помните, 25 лайков и я сниму продолжение. Я очень рассчитываю на вас, ребята, 25. Вы сможете, я очень-очень на вас рассчитываю. Пожалуйста, поддержите меня, ведь это для меня очень важно. И для канала тоже это очень важно. Поэтому давайте поддерживайте меня, поддерживайте, пишите комментарии, я обязательно всем отвечу и также под вашими комментариями я обязательно поставлю лайки. В общем, ребята, всех люблю, всем пока и надеюсь, что продолжение все-таки будет, когда наберется 25 лайков. В общем, до новых видео. подписчиков. До новых ! ! До новых ! До новых ! До новых ! Продолжение следует...